Пенсия 300 тысяч рублей в месяц. Вот так решили обеспечить себе старость городоначальники сразу в нескольких регионах страны. При этом средние пенсии там 11 тысяч рублей. В общероссийском народном фронте уже интересуются, а за какие такие заслуги мэром богатые пенсии? И вообще, почему чиновники сами решают, сколько будут получать? Пыталась это понять и моя коллега Анастасия Ефимова. Глава Новосибирска. Человек современный, в каждой социальной сети по аккаунту. К народу очень близкий, даже новый трактор всегда готов испытать на себе. Но главное предусмотрительный. До 60 еще 4 долгих года Анатолий Локоть уже позаботился о достойной старости. И положил себе солидную пенсию. А что? Своя руковладыка. Мы не согласны с тем, что мэры некоторых крупных российских городов, пользуясь особенностями законодательства, фактически сами себе назначают пенсии, которые во много раз превышают среднее выходное пособие. Так пенсия мэра города Новосибирска Анатолия Локтя будет равна 240 тысяч рублей. А это Воронеж. Население тут в сравнении с Новосибирском в полтора раза меньше, но работы, видимо, на порядок больше. Иначе как объяснить, что мэр Александр Гусев, по информации активистов Общероссийского народного фронта, свой заслуженный отдых оценивает в 320 тысяч рублей ежемесячно. Это пенсия у него будет такая. Хотя стоит признать, трудится чиновник очень много. Даже сейчас, август в разгаре, а он вот в рабочей поездке. Мотивировать пенсионные перспективы ему некогда, так что оправдываться приходится подчиненным. Считать размер потенциальной пенсии главы городского округа города Воронеж, исходя из размера задекларированного дохода, информация, о котором размещена на официальном сайте администрации города Воронежа, в принципе, некорректно. Потому что в размер задекларированного дохода, кроме официальной зарплаты по основному месту работы, входят такие доходы, как доход от продажи квартиры, который был получен в 2014 ходу, доход от вклада банков. Видимо, в банке у Александра Гусева солидный вклад, если такие проценты накапали. И квартира, которую продал, наверное, была хорошая, большая. Только чиновникам стоило бы поинтересоваться, откуда именно члены Народного фронта взяли названные в своем отчете суммы. Изучением одной декларации о доходах дело-то вовсе не ограничилось. Я спешу обрадовать, наверное, всем тем, кто хочет контролировать чиновников. Это все сделать крайне легко. Ты берешь, открываешь нормативные акты городов, в которых прописано, сколько на пенсии будет получать градоначальник в отставке. Смотришь действующую зарплату действующего мэра. И складываешь, каков процент от зарплаты мэр будет получать на пенсии. Это достаточно прозрачная информация. А все дело в том, что размер пенсии региональные чиновники сегодня, по сути, могут устанавливать для себя сами. Нет, ну, конечно, размер начисления нужно согласовать. Закон утвердить в местной думе. Но фактически сколько и за что будет получать мэр, уйдя на покой, каждый город решает самостоятельно, сообразуясь только с местным бюджетом, откуда и пойдут выплаты, ну и с собственной совестью. Вопрос на назначение пенсии, мы говорим, муниципального города, образования, он отдан на разрешение именно местных властей. Получается вот такая проблема, что нет ограничений, которые можно поставить для мэра. Чем пользуются, к сожалению, на местах, в некоторых регионах, и устанавливают себе нестрадинированные премии. Вот и ханты-мансийский мэр, по данным ОНФ, кстати, назначивший себе пенсию почти в четверть миллиона, обвинение хоть и отрицает, но улыбается, мол, хорошая идея. Ну, вы знаете, я, наверное, на самом деле уже ознакомился с этим творчеством, ну, не могу говорить за все там города, да, на самом деле, ханты-мансийские, то, конечно, хотелось бы иметь такую пенсию, но на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Общероссийский народный фронт уже готовит обращение в генпрокуратуру, просит разобраться, можно ли найти управу на мэрские аппетиты в рамках уже существующего регламента. А в Госдуме, в случае чего, готовы и новый закон принять, чтобы призвать местных чиновников соразмерять приятное кошельку с полезным для региона. Что касается мэров и других, пусть лучше работают. На мой взгляд, есть госслурба, госслурба определена, им дана определенная пенсия, и никакой самодеятельности тут не должно быть. Централизованно надо решать по поручению правительства и Думы, и надо принять настоящий закон, избавить от всякого произвола. Зарплата, давайте сделаем минимальное 10 тысяч, максимальное 100 тысяч, все, чтобы было какое-то понимание, за что тебе миллион. Есть люди, получают миллион в день, в день, миллион рублей, это что такое, что он делает, какие у него мозги, это что такое. Это потому что становились себе. Это богатство всей страны, в том числе и пенсия. Конечно, надо сделать какие-то ограничения. Эксперты уверены, новый закон непременно должен быть федеральным, чтобы избавить чиновников от соблазна, как и прежде, соображать на своих, и дифференцированным, то есть учитывать стаж работы, показатели развития региона, а еще мнение местных жителей. И может быть, именно такой документ станет той самой ограничительной мерой для пенсии мэра. Анастасия Ефимова, Вести.